Современному электрику обязательно нужна лупа Раньше было как? Вот у тебя перегорел фонарик, вынимаешь оттуда лампочку и обыкновенным зрением сразу видно Ага, перегорела нить вольфрамовая А сейчас? Вытащил ты лампочку, а там она не одна, а несколько, и вообще не лампочка, а какие-то диодики стоят Значит, надо внимательно посмотреть с помощью лупы на эти диодики и обнаружить, что там вообще нитей нет никаких Странно, может они все перегорели? Проверим, проверим Так, опа, нифига, они все светят, да еще как сильно Вот вопрос, нити нет, а светят, почему? Ну, и второй вопрос, почему все забросили старые лампочки и побежали к этим диодам? Что в этих диодах такого привлекательного, а? Некоторым людям, чтобы выразить свои эмоции, вовсе не обязательно что-то говорить Точно так же, как некоторым лампочкам, вовсе не обязательно иметь нить накаливания, чтобы светить Это светодиоды И нам очень интересно узнать, за счет чего же они работают Давайте разбираться Почему светит электрическая лампочка, помните? У нее внутри есть нить накаливания Она нагревается до температуры в две с половиной тысячи градусов И начинает светиться Девяносто шесть процентов потребляемой электроэнергии Уходит как раз на то, чтобы разогреть вольфрамовую нить Светодиод теряет на нагрев всего четыре процента энергии То есть светит, но не греет Сказано точно про эти лампочки Для ответа на вопрос, что же светит в светодиоде Программа «Галилео» отправилась в Санкт-Петербург Там как раз работает завод по производству этих ярких крошек Значит, нужно попросить кого-то из местных объяснить нам Чем же они тут занимаются? Лучше с подробностями Изготовление светодиодов – это многоступенчатый технологический процесс Включающий в себя технологии эпитексиального роста гетероструктур Их последующей пострастовой обработки С целью получения светоизлучающих чипов А также последующее корпусирование этих чипов готовой светодиодов Чего-чего? Похоже, придется и дальше разбираться самостоятельно Начнем издалека Все, что окружает человека в обычной жизни Ученые условно делят на три категории Материалы, которые проводят электрический ток К примеру, металлы Материалы, которые вообще не проводят ток Диэлектрики Например, дерево И полупроводники Это вещества, которые при одних условиях электрический ток проводят А при других – нет Для светодиода нужен именно полупроводник Сапфир, например Но не в виде драгоценностей А в форме технического кристалла Это синтетический кристалл сапфира, выращенный в лаборатории Такой невзрачный кругляш Сапфир помещают в кварцевую трубу И в течение шести часов при температуре тысяча градусов Обрабатывают газами, содержащими атомы галлия, индия и алюминия Сейчас атомы металлов находятся в этих контейнерах под водой Вода нужна для поддержания определенной температуры в каждом из контейнеров А дальше, через небольшие форсунки Атомы металлов слоем в один нанометр Высаживают на сапфировую пластину В помещении, где проводят столь сложные манипуляции Стерильно, как в операционной И это не случайно Смотрите, какие огромные разрушения может вызвать пылинка Оказавшаяся на поверхности сапфировой подложки Тем временем, нашу пластину уже достали из реактора Давайте проверим, проводит ли она ток теперь Что же такое токопроводимость? Все материалы состоят из атомов и летающих вокруг них электронов В некоторых веществах внешние электроны слабо связаны с ядром своего атома И способны покинуть его, став свободными Эти путешественники называются свободными электронами И на графиках обозначаются буквой N Они-то и переносят на себе электричество Соответственно, чем больше у вещества свободных электронов Тем выше его проводимость На месте оторвавшегося электрона Остается сгусток электромагнитного поля Пи Который называется дыркой Кстати, наша пластинка Теперь замечательно проводит ток Постойте, но откуда свет? Оказывается, после обработки у сапфира появились свободные электроны Когда мы подали ток, то эти электроны, N, стали двигаться навстречу к дыркам Пи При этом электроны выбрасывают фотон света, который мы и наблюдаем Кстати, а насколько этот свет яркий? Можно ли сравнить яркость светодиода с яркостью ламп накаливания? Берем две пальчиковые батарейки К одной подключаем обыкновенную одноватную лампочку А к другой светодиод таких же размеров Попросим нашего Мима показать небольшой спектакль теней Светодиод светит заметно ярче И это при том, что он тратит энергии в 50 раз меньше Итак, мы получили кристалл, который проводит ток Что дальше? Пластинки необходимо разрезать на отдельные чипы Из каждого кругляша можно получить от тысячи до шести тысяч кристаллов Светосила лампочки напрямую зависит от размера кристалла Теперь на проверку Перед тем, как чипы вставят в светодиод Каждый из них тестируют Через крохотные иглы подают напряжение И контролируют квантовый выход То есть свечение На этой пластине три тысячи двести чипов На их тестирование уходит полтора часа Осталось вставить кристаллы в защитный корпус И сформировать контакты Этот процесс полностью автоматизирован Детали настолько крохотные Что к ним не подпустят даже самого аккуратного физика С самым мощным микроскопом Кстати, весь свет, который излучают сапфировые кристаллы Изначально ярко-синий Почему же лампочка светит белым? Оказывается, на кристалл наносят люминофор Это светящаяся краска В данном случае — жёлтого цвета Синий свет кристалла проходит сквозь жёлтый люминофор Смешивается, и человеческий глаз воспринимает его как белый Последний штрих — колпачок Эта пластмассовая крышечка Не только защищает светодиод от внешнего воздействия Но и как линза фокусирует свет в заданном направлении Насколько хорошо работает новинка Можно спросить у художников по свету В последние годы большинство зданий на улицах города Освещают именно светодиоды И дело здесь не столько в экономии Сколько в погодных условиях Светодиодные лампочки работают при температурах От минус пятидесяти до плюс семидесяти градусов И не перегорают холодной зимой даже в Сибири Проверим на морозоустойчивость? Возьмём лампу накаливания и светодиоды И устроим им холодный приём Это сухой лёд Его температура минус семьдесят градусов Лампа накаливания потухла в первые же секунды А светодиоды работают Превосходство новинки очевидно Но есть и существенный минус Стоимость Каждая крошка обойдётся вам рублей по восемьдесят Светит вам такая лампочка? Решайте сами Вот я раньше зимой иногда с помощью фонарика грел себе руки Вот так вот Ааа, хорошо было А сейчас бесполезно Вот этот фонарик на диодах Не греет ва-а-а-а-а-ообще А почему? А потому что максимальное количество энергии Он переводит в свет И это называется КПД лампочки И у него КПД высокий Именно поэтому его так все любят Зачем нужен КПД? Ну вот на машине вы едете, да У вас есть аккумулятор, есть генератор Который подзаряжает аккумулятор Там очень важно экономить электроэнергию А то как врубите свет У вас аккумулятор сядет сразу Или, например, вот чуваки, которые ходят в подземелье Вот с этими такими специальными касками У них тоже с собой что, аккумулятор таскать для этой лампочки? Лучше поставить светодиоды И будет одна батарейка служить два года Здорово? Здорово